В каждой образовательной организации города Буя в начале учебного года проводятся учения на случай возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации. 8 сентября учебная тренировка прошла в детском саду номер 3 «Родничок». По легенде, в дошкольном учреждении сработала пожарная сигнализация. Это и послужило началу тренировочной эвакуации, которая является одним из важных и ответственных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности. На персонале детского сада лежит большая ответственность за маленьких детей возраста от полутора до семи лет. Чтобы покинуть здание быстро, взрослым необходимо помочь своим воспитанникам одеться и потом за руку сопровождать малышей при покидании якобы загревшегося здания. При хорошей натренированности взрослых и детей и при четкой координации и слаженности действий можно защититься от последствий экстремальных случаев. Учебные тренировки по эвакуации проводятся с целью привития детям практических навыков действия в случае вгрожающей ситуации. Учения помогают ориентироваться в сложных обстоятельствах, не паниковать и знать запасные выходы из здания. В этот раз по сигналу тревожной кнопки оперативно был организован выход детей на территорию детского сада. Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников детского сада все воспитанники и сотрудники были благополучно эвакуированы из здания. Эвакуация прошла без паники. Персонал отработал все действия согласно разработанным планам эвакуации и инструкциям. Время эвакуации 6 минут 59 секунд. Сегодня мы провели мероприятие по эвакуации детей. У нас эвакуировано 105 детей, 37 сотрудников. Дети пришли на адаптацию, потихонечку мы набираем детей в этом году, они приходят к нам, посещают, привыкают к детскому саду. Поэтому малышей у нас не так много. В основном это были дети среднего и старшего дошкольного возраста. Как часто проводятся такие мероприятия? Согласно графику тренировок, два раза в год мы весной и осенью выходим. Вот такие профилактические мероприятия мы проводим. Профилактическая работа с детьми младшего возраста проводится нашими сотрудниками на постоянной основе. Одной из важнейших форм работы по профилактике пожаров является проведение пожарных эвакуаций под контролем и с участием сотрудников подразделения пожарной охраны. Данное мероприятие необходимо для формирования воспитанников и персонала детских садов, навыков безопасного поведения и для практической отработки детских действий в случае возникновения пожара. Утром 9 сентября пожарная сигнализация сработала в школе номер один. Задача через самый короткий безопасный путь эвакуационный выход от учебного места выйти с учителем из здания наружу и построиться всей школы на безопасном расстоянии от образовательного учреждения. Обычно это спортплощадка или стадион. В этом месте учащиеся не расходятся, а выстраиваются классами и учителя проводят перекличку и докладывают директору о количестве присутствовавших на уроке и покинувших здание учениках. Вы все 1 сентября еще повторили пути эвакуации. Сегодня мы с вами очень быстро все эвакуировались. Я надеюсь, что вы все запомните и никаких неприятностей у нас с вами не будет. Всегда будет. Все будем живы и здоровы. Учебная эвакуация прошла быстро и организованно. Как сказала директор школы Алла Николаевна Дубровина, еще 1 сентября учащиеся повторили все запасные выходы из школы и пути, ведущие к ним, и отметила, что одной из гарантий сохранности здоровья и жизни является соблюдение элементарных правил пожарной безопасности, которые ученики также будут повторять на уроках и классных часах. Сама по себе безопасность в школе не появится. Нужна кропотливая работа, в том числе проведение таких мероприятий и знание норм безопасного поведения. По оценке МЧС, учебные тренировки проходят в этом году в штатном режиме с соблюдением норм по времени.